Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео мы снова почитаем комментарии с унибоев, а также попробуем пояснить за Иксбокс. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вам нравится такой контент, и давайте докажем, что у нас больше 16%. Давайте начнем. Если что, те комментарии, которые мы сегодня прочтем, они взяты с разных источников, с Инстаграма, с Ютуба, с ВКонтакте, даже с ТикТока, короче, везде, где есть я. И многие эти комментарии касаются именно консолей Иксбокс Серия С. Итак, первый комментарий. Блин, кто будет покупать такую уродскую консоль? Как вы догадались, коммент был про Иксбокс Серия С. Честно, не понимаю логик людей, и почему они обращают на дизайн столь большое внимание, и вообще не понимаю, чем Иксбокс Серия С не нравится. Она компактная, в ней нет ничего лишнего, да в принципе этого и достаточно. Единственное, что многих смущает, так это, наверное, черный круг на этой консоли. Но думаю, его сделали специально, чтобы простые пользователи могли просто отличать консоли Иксбокс С от Иксбокс Серия С. Если вы вдруг думаете, что невозможно перепутать консоли, возможно. К примеру, недавно был случай, когда люди вместо Иксбокс Серия С купили Иксбокс Ван Икс. Вроде консоли не похожи, но они ошиблись, поскольку на Амазоне резко подскочили в продажи. И подскочили они, если я не ошибаюсь, где-то на 700 с чем-то процентов. Понимаете? 700. Надеюсь, что люди, которые перепутали, у них не будет проблемы с возвратом. То есть, понимаете, да, всю ситуацию? Хотя, знаете, мне кажется, даже тот черный круг, который многим не нравится, он, наверное, не спасет людей, которые не разбираются в консолях. И многие все-таки будут брать не ту консоль, приходить, ругаться и так далее. Ну, надеюсь, что будет все хорошо, и люди все-таки будут разбираться в консолях. Херня с четырьмя тарафлопсами, без игр великолепно, негэсген так негэсген. Прям аргументация зашкаливает. Почему без игр, пока непонятно. Да, я понимаю, что эксклюзивы на старте не выйдут, но это дело времени, и они по-любому выйдут потом, поскольку у купленных студий дофига. Что касаемо негэсгена, на мой взгляд, майки сами виноваты, что люди начинают так думать, поскольку у них было позиционирование Xbox One X именно на тарафлопсы. Люди, не понимающие железе вообще, будут рассуждать так. Шесть тарафлопсов это больше, чем четыре, четыре это меньше, чем шесть. Мне нужно больше, я люблю покупать все самое лучшее, зачем мне устаревшее железо. Я куплю где шесть тарафлопсов, где шесть тарафлопсов, значит, и есть негэсген. Логичное рассуждение, но понимаю, что тарафлопсы это не самое главное в консоли, и нужно обращать внимание на железо в целом, это рассуждение неправильное. Просто дело в том, что в новом поколении будут решать технологии, а они лучше в консолях, даже в которых есть шесть тарафлопсов, а именно в консолях прошлого поколения. То есть, если действительно начинать разбираться в железе консолях, то нужно много чего учитывать, и не только тарафлопсы. Microsoft на самом деле подложила жирную сыню всему игровому сообществу. Эксген отменяется, ни для кого не секрет, что при разработке мультиплатформы всегда оглядываются на младшую модель, то есть никаких прорывных игр теперь не стоит ждать еще лет семь. Если бы не было этого огрызка, то разработчики могли бы использовать всю мощь старшей консоли, понижать разрешение уже там, чтобы предоставить нечто революционное, но теперь потолок опять на уровне железа уже прошлого поколения. Одна надежда на экзо от Sony. Это, видимо, еще один эксперт в разработке, мега-аналитик, который просчитал все возможные пути развития на ближайшие тысячи лет и сделал вывод. Да, существует такая теория, что младшая модель якобы будет тормозить прогресс, но тут надо обращать внимание на железо целиком, а не только на тарафлопсы. Опять же, я сам тот еще ламер в железе и многих вещей не понимаю, но насколько я знаю, Xbox Series S создали просто с уклоном на 1080p и на 2K, то есть разница между мощной и немощной консолей будет лишь в разрешении. Опять же, это только по словам Microsoft. Что касаемо NextGen. NextGen будет как раз-таки за счет быстрой скорости загрузки, за счет трассировки лучей и 120 фпс. И насколько мы знаем, опять же, по словам Microsoft, это все будет и даже в младшей модели. Тестов в данной консоли еще не было, поэтому уже как-то заявляют, что это говно, которое там будет тормозить прогресс, но, на мой взгляд, как-то не очень, и лучше все-таки подождать тестов и узнать, правда это или нет. Опять же, я не вижу смысла копаться в железе консоли, поскольку все решит оптимизация, плюс для этого нужны знания. Кстати, о них. Если вы хотите получить знания в разработке, а также начать понимать, что такое HTML, JavaScript, CSS и PHP, и как с этим работать, то рекомендую вам HTML Academy, специализированную онлайн-школу веб-разработки. Если что, в ней есть интерактивные курсы, которые подойдут новичкам, то есть обучение можно начать вообще с нуля, не обладая при этом никакими знаниями. Обучение происходит в игровой форме, пользователь получает теорию, закрепляет ее на практике, ну и сразу видит результат. В обучении все идет постепенно, а к простому, сложному, то есть ничего не нужно придумывать, с чего начать, откуда брать знания, все уже продумано за студента. В случае чего у ресурса есть задания начального уровня, которые доступны вам совершенно бесплатно, то есть можно попробовать и потом уже решить, интересно вам или нет. Разобравшись с интерактивными курсами, пользователь может принять участие в интенсиве. Интенсив состоит из онлайн-лекций, учебных материалов, работы над собственным проектом под руководством личного наставника, который закрепляется за каждым студентом и помогает выполнить проект. Делает код-ревью, а также отвечает на вопросы студента, в том числе на голосовых консультациях. Онлайн-курсы подойдут тем, кто уже решил развиваться в его разработке и начать карьеру в этой сфере, ну а также для тех, кому знания основ верстки помогут упростить текущую работу, например, дизайнером. Ссылку на данную онлайн-школу я оставлю в описании, поэтому если тебе интересно и ты хотел бы развиваться в этой сфере, то переходи и начинай получать знания. Итак, следующий коммент. Спорим на 10 тысяч, что плойка победит Xbox, особенно в России. Для майков на данный момент подразделение Xbox является очень убыточным, они рады бы его закрыть, но престиж дороже. Чё? А дело всё в том, что в начале проектом плотно занимался Билл Гейтс, там была понятливость и последовательность, а сейчас такое ощущение, что всё направлено на то, чтобы закрыть проект. Ещё раз. Что? На старте нового Xbox ни одной крутой игры, чтобы покупать его, даже на PlayStation 4 в 2020 году вышли игры, уровня которых на Xbox даже в 2021 году не будет. Такой херни я не читал давно. Опять же, это, наверное, скорее всего, коммент какого-то мирового аналитика, который шарит за финансы, который может предсказать вообще, наверное, смерть мировой экономики. Ведь он уже каким-то боком просчитал, что вот Xbox нахрен не нужен, что его там пытаются закрыть. Ой, господи. Ладно, давайте поначалу. То, что плойка обойдёт Xbox в России, в принципе, это ни для кого не секрет, поскольку Sony это действительно сильный бренд, который капец как может в рекламу. Но давай так. Если вдруг ты смотришь это видео, то ответь на простой вопрос. Что тебе дадут продажи PlayStation? PlayStation. Время. Ответ – ничего. Ты потребитель, на котором также зарабатывают деньги. И как-то радуется за компанию, которая продаст больше или меньше, которой ты вообще не имеешь отношения, ну, как по мне, бред. В случае консоли себе нужно задавать вопрос как потребителю, что я получу, если я куплю то или вот то. И в этом случае, по моему мнению, как раз-таки для знающих людей, наверное, преимущественнее будет Xbox, поскольку он жутко сэкономит ваши деньги за счёт вот этих всех подписок. Особенно тогда, когда цены на игры подскочили. Если вы хотите играть в эксклюзивы PlayStation, то лучше купить PlayStation. Просто, опять же, опираться на продажи, но... Это бред. А так, у майков насчёт игр всё ещё впереди, эксклюзивы будут, но чуть-чуть попозже. Привет от Bethesda. Пипец. Выбор такой, либо купи хорошее, либо купи говно. Но Sony молодцы. С дисками, без, со временем буду брать Соньку. Однозначно, пока плойки третий, четвёртый хватит. А этот отстой от Microsoft всегда не любил. Если по-честному, то вообще без комментариев, поскольку человек, не разобравшись, уже кричит, что говно, что нет. Напоминаю ещё раз, разница между слабой и мощной консолью будет лишь в 4К разрешении. Все технологии, все технологии нового поколения будут и там, и там. Поэтому я до сих пор не понимаю, почему консоль Xbox Series S вот такое, так скажем, говяное отношение. 500 долларов равно 46 тысяч рублей. С курсом 75 рублей за доллар математика от Microsoft. Вот такие, кстати, комменты после анонса Xbox Series S и Xbox Series X встречались очень часто. Поскольку, видимо, многие не знали, что наша регион считается по евро. Но зато нужно выпингвиться. И, кстати, если считать по нынешним курсам, если именно по евро, то, в принципе, получается ровно так же, как и за анонсили цену. Ну и ещё один коммент сразу по этой же теме. Блин, да они офигели. Наценка в 4К для S и 8К для X. Это, блин, капец. Россия в перде. Вроде бы хотел устроить бунт, в итоге обосрал, не снимая штанов. Не надо так. Говно. Дизайн отвратительный. Как будто радио какое-то. Геймпад, сука, не изменили. Разве что хреновая крестовина. Жду тех самых хейтеров DualSense, которые хотя бы много нового предлагают. И не дело в том, что и Санебой, если что, он просто выглядит убого, будто школьник дизайн придумал. Нет, конечно, не Санебой. Нет, ни капли. Опять же, дизайн на вкус и цвет, но делать на этом какой-то невероятный акцент, ну, зачем? Ты поставил на полку консоль и забыл, это не телефон, это не машина, с которым ты у всех на виду, если тебя парит дизайн. Это консоль, на которой ты будешь смотреть, наверное, только при включении и выключении. Всё, поставил и забыл. Поэтому, шо ты доколебался. Главное, что компактные игры играются. Зачем тебе какой-то невероятный дизайн, скажи мне. Насчёт геймпадов. Майки, мне кажется, специально не делали каких-то глобальных изменений, поскольку их опыт показывает, что нововведения, они, по сути, мало кому нужны. О чём речь, если тот же DualShock 4, который предлагает всю технологичность и новизну, по сути, её мало где использует. Вау, пару раз пригодился гироскоп и фонарик мергает. Да, это круто. Просто не имея плойку, я тоже думал, что, блин, капец, у них есть фонарик, гироскоп, это придаёт некий эксперенс, некий интерактив, больше погружает в игру. Нет, когда я начал проходить эксклюзивы, получилось так, что данные технологии, они, по сути, никому не были нужны, они практически не используются. А всё потому, что многим не надо вот этого, они просто хотят комфорт. А комфорт есть и у Хуановской геймпада, поэтому я думаю, что они и не вводили каких-либо изменений. Всё равно никто не будет покупать эту шляпу. Ну, если он про эту, то может быть. У себя и вправду проблема. Теперь играть не во что будет, но Ассасин Вальгала и всякий юбисофсовский хлам вместе с фифами и всякими симуляторами. Этот был видос в ТикТоке, в котором я обозначил, что я предзаказал вместо PlayStation именно Xbox Series X. Что могу сказать по этому комменту? Да, на самом деле, ничего не могу сказать, поскольку парень не понимает, что, наверное, это игры мультиплатформенные, и они будут ещё и на PlayStation. Если же он клонит к тому, что там не будет эксклюзивов, то на плуких тоже будет немного, плюс, опять же, у Xbox все впереди. Да, я понимаю вот этот хейт, что на старте не будет ни одного эксклюзива, но, опять же, это дело времени, таковы реалии, нужно просто подождать. На самом деле, сейчас такое большое количество игр, что я просто не успеваю проходить. Ну, а когда Xbox выйдет, то я буду играть в Cyberpunk, продолжу играть в Мстителей и буду ждать следующих эксклюзивов майков. Поэтому вот так вот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Консоль дешевле, только потому, что она пользуется малым спросом. И ещё эксклюзивы на коробке херота полные. Уже столько аргументов, что я вообще не понимаю людей, топящих за Xbox. Тут вы, на самом деле, сами можете выявить болезнь автора, тут даже полный осмотр не нужен. Видимо, тоже мега финансист, который просчитал спрос на консоли, решил, что вот именно так. И знаете, если бы плойка стоила бы дешевле, вот, наверное, этот человек, один из немногих, кто бы орал, что ха-ха-ха, плойка стоит дешевле, это невероятно круто. О, Господи. И раскрою секретик. Дешевле Xbox Series S, скорее всего, потому, что она просто, компания обошлась дешевле в разработке. Вот так вот. Интересно, какой дурак будет брать Хуант со слитыми эксклюзивами? Люди, по-моему, до сих пор не могут понять, когда игру сливают с одной консоли там на ПК, это не означает, что данные игры убираются с этой платформы вообще. И как по мне, играть на той или иной платформе, это просто выбор каждого. Лично мне удобнее играть на Xbox, хотя у меня есть ПК. Мне играть на нем комфортнее, потому что там нету практически каких-либо ошибок, с которыми нужно заморачиваться, потому что, например, на ПК у меня просто так не запускается герси иногда. И как бы, ну блин, лучше на консоли вставил диск, игра и прям конфетка. Она по мощности равна PlayStation 4 Pro, так что еще дорого. Это снова эксперт в железе, который несет херню в сторону Xbox Series S. И там, и там 4 трехлопса, значит, мощности равны. В твоей попытке задефать коробку ничтожны. Перечисляя ее преимущества, ты приводишь пример эксклюзивы, но через секунду добавляешь, что в них можно поиграть на ПК. У вас нет эксклюзивов, смиритесь. Игры, которыми гордится автор, не дотягивают и до уровня сагбоя. Стоит понимать, что когда Леша говорит про God of War, он имеет в виду то, что игры такого уровня вам не видать. На протяжении всего видео повторить про обратную совместимость. Чео, кто будет старой и никому не нужны игры играть, видимо. А продолжение от Sony выглядит куда интереснее. В нынешнее время, если что, существует такое понятие, как консольный эксклюзив. Это значит, та игра, выпущенная только на определенную консоль. Если консольные эксклюзивы Xbox имеются, значит они не выйдут на PlayStation ровно так же, как и наоборот. А так, если для тех, кто не знал, то в принципе PlayStation продолжит выпускать свои тайтлы на ПК. Поэтому, что, получается и на плойке нет эксклюзивов? Или что? Просто знаете, когда сливают игры на PlayStation, получается так, что оказывается, они сливают никому ненужный шлаг. Логика. Насчет гордыни за игры. У меня никогда не было таких понятий. У меня есть понятие, нравится мне эта игра или не нравится. Если вы не верите, то да, я вместо God of War Horizon, наверное, выберу больше Гирзу или Форзу. То есть, ну, лично мне нравится и, как по мне, о вкусах не спорят. Когда Леша говорил про God of War, он говорил именно про God of War. А что там обратка у Sony? Только обратка с PlayStation 4 и там около 20 игр в коллекции PlayStation Plus? Да, это приложение, это действительно интересно. Опять же, я не говорю, что это как-то плохо для обладателей PlayStation, но это наоборот только плюс, особенно для тех, кто покупает новую консоль, не играя в предыдущие, но, как по мне, по сравнению с Xbox, это просто капля в море. И да, насчет обратки. Я вот лично недавно перепрошел Prince of War с забытой пески. Она вот тут. Вот, кстати, она. Прошел, порадовался, классно, и когда, в принципе, новых игр нет, то, в принципе, можно вернуться в старый и перепройти, как по мне, обратную совместимость это действительно плюс. Напомню, что эта консоль назначена на 1080p 30. Блин, кто будет покупать такую уродскую консоль? Ой, блин, 519 гигбайт и без дисковода. А, м-м. Напомню, что многие ребята почему-то не могут воспринимать информацию так, как она действительно есть, плюс дезинформируют других. Если что, коммент касается Xbox Series S и напоминаю, что она может вам показать 120 FPS. Да, понятное дело, что в каких-то играх будет 30 FPS, но это все будет зависеть от игры и не думаю, что если везде будет там 120, то в ней будет 30. Такого не будет. Про дизайн не объясню, но, наверное, объясню про память. Вы можете быть в шоке, конечно, но, оказывается, на консолях можно удалять игры, освобождая место для новых и скачивать новые взамен вместо старых. Вы проходите какую-нибудь игру или перестаете в нее играть, удаляете и скачиваете новую и, оказывается, 512 гигабайт может хватать. Просто, если их не удаляют, то вам, в принципе, и одного терабайта не хватит. Ну, что за логика-то? Вот ты говоришь, что не все захотят играть в God of War, Spidey и Horizon, но если ты вдруг резко захочешь в него поиграть, ты не сможешь этого сделать на Xbox. Ну, да, это факт. Также сказал, что тебя заинтересовал Спайди, и что если ты захочешь в него поиграть, ты возьмешь у друга плойку, но ты не подумал, что не у каждого есть друг, который может просто дать свою консоль на недельку поиграть в игры. Ты уже в проеме. Просто лучше иметь консоль, на которой ты можешь поиграть, чем иметь Xbox и не иметь возможности поиграть в новые игры. Ладно. Человек, видимо, вообще не понял, к чему была сказана данная фраза, она была сказана к тому, что если вы хотите поиграть, то, в принципе, можно найти какой-нибудь выход, попросить у друга, взять в аренду, в общем, сделать так, чтобы не покупать полноценную консоль за фул прайс. Лично для меня невыгодно покупать целую консоль ради одной игры. Ну, так вот. Если кто-то покупает, то, как бы, и сможешь играть в инюшатину, которая даже на свитче даром не нужна, старье времен Палеозоя, FIFA 15, 16, 17, 18 и еще куча топовых игр от электроников, десятых старок ААА, которые первое давно куплены и пройдены, второе добавлено в подписку временно, несколько недоэкзов от Microsoft и все это за 11 тысяч деревянных. Очень выгодно. То ли дело 5К гейминг за PlayStation 5. Плевать, что если ты реально купишь игру за 5К, то, скорее всего, продашь ее за 4 после прохождения. Главное, что купил за 5К. Ха-ха-ха-ха-ха. Пацаны, ну тут надо даже немножко вот так вот привстать и прям зааплодировать, потому что парень прям срубил правду матку. У меня даже нет слов. Честно, таких вот индивидов я мало вижу в последнее время, потому что народ, видимо, реально умнеет и реально начинает считать свои деньги. Идюх много, спору нет, но, как по мне, там есть интересные проекты, в которые можно поиграть. Что касаемо подписки от электроников, мол, она слабая, никому там эти игры не нужны, тут дело вкуса. Для тех, кто не играл в игры от электроников, пополнение этой подписки в ультимейт это просто шикарно. Считай, на халяву тебе даются игры от электроников. Почему бы нет? Десяток старых крупных проектов, не поверишь, но у большинства и даже этих игр не было, и почему бы не поиграть в старые? Лично я по подписке прошел в Вольфенштейн, Метро и другие игры, как бы, что в этом плохого-то? Плюс мои братья поиграли в РДР, поиграли в РДР онлайн, прошли ГТА-шку пятую, хоть и не покупали эту игру, а просто приобрели подписку. И это разве не выгодно? Выгоднее покупать игры за 5К? Серьезно? И да, если что, в подписке есть такая тема, что если тебе игра понравилась, ты можешь ее просто приобрести навсегда. Почему бы нет? Не до экзомайков. Если мне впечатляет, например, гирза, форза, то, ну, значит, это просто не твой экипаж. А самое главное и интересное в этом комментарии, что напоследок отложил 11 тысяч рублей в год, который предлагает тебе поиграть в онлайн, ну, а также в больше чем 100 игр, в игры от электроников, во все эксклюзивы Microsoft. И это все он сопоставил против 5К гейминга на PlayStation 5. Это же вообще... Вот скажи, ты дурак? 11 тысяч в год это, по сути, две новинки на PlayStation 5. Да, там было написано, что ты их можешь продать, но давайте прочтем его следующий комментарий. Ultimate версия стоит 11 тысяч рублей в год. За жизненный цикл консоли Билли Бой занесут компании 1.5, две цены консоли и не получат ни одной игры в собственность. Супер выгодно отменяя предзаказ на PlayStation 5. То есть, купив игру за 5К, ты ее собираешься продать, опираясь на предыдущий коммент, то о какой собственности ты вообще говоришь? Логика где? Вы занесете кучу денег в компании и в собственность ничего не получите. Ну, сори, это все равно выгоднее, чем покупать каждую игру по отдельности, а потом продавать. И опять же, никто не мешает тебе привезти игру в собственность и просто наслаждаться ей без подписки. PlayStation и Xbox. Это факт. Плойка гораздо лучше, чем коробка. Коробка никогда не была нужна. Знаете, глядя на такие комментарии, складывается такое ощущение, что люди в большинстве своем не имеют и никогда не имели консоли. И складывается такое ощущение, что их мнение вытекает из мнения кого-то там, кто пользовался консолью и они это мнение краем ухом слышали. Плюс данные комментарии я рассматриваю, наверное, из-за разряда что мамка купила, то и лучше. Но бесит то, что таких комментариев очень много, на них смотрят, опираются люди, которые не понимают в консолях и делают выбор. Сейчас в России, наверное, это уже не очень популярна тема обсирать хуан, потому что в восьмом поколении было таких вот комментов нереально много. Все реально заходили в комменты, реально думали, что Xbox говно. Сейчас же в России, наверное, ситуация чуть изменилась и люди стали приходить в ум и начали уже рассуждать нормально, что выгоднее, что нет, потому что Xbox в целом он со временем все-таки набрал обороты и это сложно не признать. Я же рекомендую не смотреть на эти комменты, поскольку люди, которые это пишут, видимо, считают себя какими-то экспертами, финансистами, экспертами в железе, но по факту они просто дезинформируют. О чем вообще речь, если люди не понимали, что цена Xbox считается именно по евро? Ну, о чем речь? Просто люди далеки, наверное, от консолей и просто хотят вставить свои пять копеек, опираясь на мнение чего-либо, но так не надо. Всегда при выборе консоли смотрите на свои потребности, задавайте вопрос, что вы хотите, поиграть в Spider-Man или вы просто выгодно содержать консоль и делайте выбор, не опирайтесь на мнение других, он, наверное, просто дезинформирует. На этом, в принципе, все, и если вам нравится такой контент, то не стесняйтесь поддержать его лайкусиком, подпиской на канал, ну, а также напишите в комментариях свое мнение на данные события. Также, наверное, на странице ВКонтакте я заведу пост, в котором я буду собирать интересные комментарии с Uniboy, вы можете их туда скидывать, и самые интересные войдут в следующий видосик. На этом точно все, большое спасибо вам за просмотр!